Здравствуйте! Время новостей на канале Антона 7. Я Денис Ионос. Сегодня в выпуске. Смертельная болезнь. Воздушно-капельным путем передается крайне редко. Готовы ли в Омске бороться с лихорадкой Эбола? Пора в школу. Такая помощь очень нужна. Поддержка очень хорошая для семьи. Кто помогает малообеспеченным семьям? От моря к морю. Посмотреть новые города, новые дороги, пообщаться с новыми людьми. Откуда и куда держат путь участники автопробега? А также день рождения отмечает Омская Каланча. И какую награду привез с Черного моря детский ансамбль? Сегодня впервые в Омске прошли тренировочные учения медицинского персонала в связи с новой смертельной болезнью – лихорадкой Эбола. Она бушует сейчас в Африке, но не исключено, что перекинется и на другие континенты. По легенде учений, появился первый госпитализированный с подозрением на лихорадку Эбола в Омске. Молодого человека экстренно доставили в больницу для более детального обследования. Подтвердить или опровергнуть диагноз омским врачам удастся только после лабораторных исследований. Это займет пару дней. Между тем, доктора уже прописали лечение. О том, как справлялись с чумой из Западной Африки, Марина Бугрова и Андрей Кузьмин. На этот выезд вся бригада приехала в противочумных костюмах. Звонок от Амича на станцию скорой медицинской помощи поступил 15 минут назад. Врачи немедленно выезжают к обратившемуся. Уж сильно симптомы его недомогания напоминают распространяющуюся по миру лихорадку Эбола, смерть от которой наступает в 90-95% случаев. К заболевшему Александру пристальное внимание еще и из-за его недавней командировки в Нигерию. В Западной Африке молодой инженер-геолог провел две недели. Все во всем углу. Уменно пули в желатке появились. Сыпь во всем теле. В машину скорой помощи Александр проходит самостоятельно. Температура, хоть и высокая, от 39 градусов, все же позволяет отказаться от насилок. В доме молодого человека проведут дезинфекцию. Самого же инфицированного срочно доставляют в больницу. Чтобы избежать контакта с большим количеством людей, инфицированного пациента вывозят за пределы города. Ближайшая госпитальная база, которая может принять носителя опасной инфекции, – Таврическая ЦРБ. Закрытый бокс с отдельными дверями и окном. Здесь все оборудовано для таких пациентов, как Александр. Эксперт-инфекционист, доктор медицинских наук Александр Сафонов, тоже экипированный в противочумный костюм, проводит опрос и визуальный осмотр. Здесь же у пациента берут кровь на анализ. Сказать точно, лихорадка это или нет, врачи смогут только через два дня. Но вот принимать лекарства больной начнет уже сегодня. Сегодня же полностью обработают и его вещи. Они могут быть тоже опасны. Воздушно-капельным путем передается крайне редко. Надо на очень близком расстоянии находиться. А вот как привлекать люди, аэрозоль, 3 метра, такого нет. Но тем не менее, аэрогенный путь через респиратор может прийти. Тем временем автомобиль скорой помощи, который доставил Александра в Таврическую больницу, моется специальным раствором. Полную противоэпидемическую обработку проходят и сами врачи, и их герметичные костюмы. Настоящее спасение для медицинского обслуживания. Станислав в таком обмонтировании бывает в крайне экстренных ситуациях. На случай эпидемии готов находиться в нем долгое время. Но лучше бы не пришлось. Это опасно. Поэтому, ну, меры защиты все равно какие-то должны быть у нас. Ну, вот этот, именно модель вот этого данного костюма, она проработана. Если подобрать размер все полностью, костюмы, маски, бахил, тогда будет, ну, идеально. Со своим заданием-легендой весь медицинский персонал справился профессионально. Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность распространения лихорадки в Омском регионе, намеченные цели достигнуты. В первую очередь проверить межведомственное взаимодействие между Министерством здравоохранения, Федеральной службой Роспотребнадзора, действиями наших инфекционных стационаров. Также мы должны оценить готовность врачей именно к диагностике и ко всем противоэпидемическим мероприятиям на каждом этапе. Но медицинские учения на этом не заканчиваются. В палате Александр проведет еще сутки. Врачи будут отрабатывать дальнейшие действия. А молодой человек уже не по легенде признается. Согласен потерпеть. Это ведь на благо всего общества. Марина Бугрова и Андрей Кузьмин. Антенна 7. На сегодня уже зарегистрировано около двух тысяч подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола. По данным ВОЗ, в странах Западной Африки в результате вспышки чумы умерли 1350 человек. Всемирная организация здравоохранения назвала эту эпидемию экстраординарным происшествием. К другим темам. За школьными принадлежностями не в магазин, а в социальный центр. Многодетным семьям, которым сложно самим подготовить детей к 1 сентября, сейчас оказывают помощь. Во всех районах города начались социальные акции. Вместе в школу детей собирают родители, сотрудники центров и чиновники. Подробнее Светлана Урванцева и Артем Колесников. Будущему первокласснику Ренату надевают серый рюкзак с машинками. Его сестре Алине, которая тоже только пойдет в школу, красно-фиолетовый с куклами. Дети ярким подарком рады. Сразу открывают рюкзаки, посмотреть, что там внутри. Достают дети из рюкзака сразу и все. В тетради, альбомы, дневники, фломастеры. Школьных товаров на весь стол. Ручки, пластилин, карандаши. Наборы, как у Алины и Рената, куплены на бюджетные деньги. Всего 250 будущих школьников получат подарки от администрации. Акция «Портфель первоклассника» проходит для многодетных семей. Им собрать детей в школу очень накладно. Тут одного-то сложно, тут еще и двое сразу идут. Поэтому очень проблематичное по финансам. Нуждающихся мечей достаточно, поэтому в Центре социальной поддержки подготовили дополнительные наборы. Попросили помощи у предпринимателей. В итоге удалось собрать еще 60 комплектов принадлежностей. Столько же рюкзаков. Он яркий, красивый, необычный. В Центре помогают малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, тем, кто пострадал от пожара, беженцам. Людей много, поэтому в первую очередь сюда позвали тех, у кого маленькие дети. С первого по четвертый классы. Такая помощь очень нужна. Поддержка очень хорошая для семьи. Потому что все, что необходимо, нам подарили в первый класс. То есть покупать уже не надо. Если бы покупали, вышла бы достаточно большая сумма. Канцелярские товары сейчас стоят немало. Школьная форма тем более. Кстати, вещи, в которых можно ходить на учебу, есть здесь же. Для почти что первоклассники Юлий мама подбирает костюм. Ассортимент Центра социальной помощи населению постоянно пополняет само население. Те, кто неравнодушен. Постоянно в ежедневном режиме принимаем благотворительную помощь от населения, от организации, предприятия. Это подержанные новые вещи, предметы первой необходимости. Приносят в Центр и канцелярские товары, и книжки. Прийти, пусть за небольшим количеством необходимых вещей, сюда можно в любое время. Не только перед первым сентября. Горожане очень активно несут помощь в виде вещей для граждан, прибывших с Украины. Но мы понимаем, что среди них тоже есть прибывшие ребятишки школьного возраста. И к ним сегодня у нас тоже особое пристальное внимание. Очень важно, чтобы ребятишки тоже чувствовали себя комфортно среди своих одноклассников. Горожан приглашают присоединиться к городской благотворительной акции и тоже помочь детям, которые собираются в школу. Традиционно огромный спрос на обувь и верхнюю одежду, особенно в преддверии холодов. Светлана Урванцева, Артем Колесников, Антенна-7. О качестве образования среднего звена сегодня говорили на общегородском педсовете. В одном зале собрались учителя, методисты, директора, представители министерств. Сегодня много говорится о том, что качество образования ниже такового, скажем, в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Все индивидуально вторят друг другу педагоги. Ученики изменились, педагоги подстроились и под них, и под новые стандарты, которые устанавливает государство. Качество должно быть на этом уровне вне зависимости от статуса заведения, будь то средняя школа, лицей или гимназия. Есть единые цели, есть единые подходы, которые нам задает государство, нормируя эту деятельность. И, соответственно, мы как руководители являемся уже реализаторами данных идей на практике. 777 – счастливое число, именно столько школ на территории Омской области. И учиться школьникам должно быть комфортно и безопасно. На это сделал упор председатель правительства страны Дмитрий Медведев на селекторном совещании с регионами по подготовке к началу учебного года. В совещании принял участие и губернатор Виктор Назаров. Одна из 55 новых школ в России откроется в Омской области. 1 сентября в Теврисском районе. Школу на 120 мест построили за 200 миллионов рублей. В недалеком будущем, по аналогии с программой развития детских садов, в масштабах страны примут отдельную программу по развитию школ. Премьер отметил, что очередность в детские сады существенно сократилась по стране. Но цель остается неизменной. К 2016 году очередей быть не должно. Напомню, в Омске места в детские сады ждут почти 9 тысяч малышей. У жителей поселка Степной появился реальный шанс в тепле встретить эту зиму. Все благодаря новой котельной. Сейчас строители бетонируют фундамент. Напомню, в поселке Степной ввели режим чрезвычайной ситуации в июне. Министерство обороны, которое обслуживает старую котельную, сорвало график подготовки к отопительному сезону. Чтобы жители поселка не остались без тепла, мэр города в срочном порядке распорядился построить там газовую котельную. Возвести ее надо в рекордно короткие сроки. К 15 сентября мы закончим все бетонные работы на данном объекте. И приступим уже к монтажу технологического оборудования. То есть самой котельной, дымовой трубы, резервуаров и внутренних сетей, внутриплощадочных. Мощность котельной будет 9,6 мегаватт, что полностью покрывает нагрузку, которая присоединена в настоящее время к котельной Минобороны. Это порядка 7,5 ккал в час. И есть соответствующий резерв. И также данный проект предусматривает увеличение еще на перспективные нагрузки. Уже 1 октября планируют начать пусконаладочные работы. Может помешать погода, но строители будут стараться успеть. Ведь понимают, что от этого зависят 2,5 тысячи жителей Степнова. Вода из РТШ попадет в Черное море. Российские дороги подвергнутся жесткой проверке. А мечи узнают, на каких автозаправках лучше не заправлять свои автомобили. И на Украину отправится груз гуманитарной помощи, к которому местные власти не имеют никакого отношения. Нет, мы не сошли с ума и во всем сказанном нет ничего сверхъестественного. Такую необычную миссию поставили перед собой участники автопробега от моря к моря. Своё путешествие они начали от Магадана. Спустя несколько месяцев, наконец-то, добрались и до нашего города. Впрочем, обо всем по порядку в сюжете Ксении Тойчкиной. Путешественники, автолюбители, экстремалы и просто те, кому не всё равно. Так называют себя участники этого необычного автопробега. Они объединились в первую очередь для того, чтобы придать значение событию, которое, по их мнению, поблекло в тени другого. 18 марта 2014 года Крым вошёл в состав Российской Федерации. А тремя днями ранее, по решению ООН, Охотское море полностью стало внутренним морем России. Уравнять эти события в значимости, по мнению участников, сможет только необычная задумка. Было придумано, чтобы вот эту воду от Охотского моря не одну везти, а собирать воду в каждом городе, в крупном регионе, в крупном водоёме именно. То есть здесь это Иртыш, в Иркутске это была Ангара, Байкал, Селинга была в Улан-Удэ и так далее. То есть в Красноярске – Енисей. Количество водоёмов мы посчитать реально не можем, потому что их очень много. Ясно одно – всего будут собраны воды из пяти морей, выльют их в Севастополе на побережье Чёрного моря. Своё путешествие участники пробега начали в Магадане, после побывали в Якутске, Чите, Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске. Сегодня очередь омичей, которые ошарашили организаторов пробега своим бесстрашием и креативом. Добывать воду они предложили с помощью функционирующего телефона. Гинали? Он не успевает, всё нормально. А если он утонет? Ничего не утонет, ничего нет. Это впервые такое вообще в принципе. Давай, поднимайся. Даже в Челябинске. А вы говорите, технологии людей спасают. Ура! Ура! И это не последний сюрприз от смелых сибиряков. К экспедиции до Севастополя решил присоединиться амич Александр Чертков. Мужчина большую часть своей жизни посвятил путешествиям. Вместе с друзьями они даже установили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса. В 2010 году они отправились в экспедицию и покорили Северный Ледовитый океан. Чтобы согласиться на очередную авантюру, долго думать не пришлось. Тут не одна цель. То есть пройти маршрут, неизвестный мне. То есть посмотреть новые города, новые дороги, пообщаться с новыми людьми. Ну и как бы сама цель этой экспедиции интересной. То есть сбор гуманитарной помощи. На самом деле общественники решили придать своему автопробегу практическую значимость. Осуществление изначальной задумки – это лишь посыл, который побудил к действиям. За свою поездку по городам России активисты собирают гуманитарную помощь, которую передадут жителям юго-востока Украины. Препараты, перевязочные материалы, не сильно действующие средства для того, чтобы сейчас справляться. Потому что на Донбассе война. Мы все прекрасно понимаем, что там сложная ситуация. И нету банальных даже перевязочных материалов. Маршрут автопробега затрагивает более 60% федеральных дорог России. Этот ресурс общественники решили не оставлять в стороне и использовать в полезных целях. По пути следования будет проведен общественный мониторинг на проверку качества дорожного полотна, а также придорожной инфраструктуры. Прошлогодний опыт аналогичной проверки в Магадане показал результативность данного метода. Заведены уголовные дела, ведется расследование. Также будут взяты пробы топлива с автозаправок, расположенных по пути следования, как в восточной части страны, так и в западной. Порядка сотни образцов бензина будут проверять на спектографах, вплоть до молекулярного уровня. Все полученные данные появятся в интернете, чтобы потребитель знал, что покупает. Ксения Тойчкина, Артем Колесников, Антенна 7. Гран-при с берегов Черного моря привез домой Омский государственный детский ансамбль. Юные танцоры и вокалисты получили самую высокую оценку и награду на международном конкурсе-фестивале, который проходил в Сочи. Конкурс у самого Черного моря в этом году проводился в 11-й раз. Эта победа для детского государственного ансамбля не первая. Три года назад юные дарования также вернулись домой с гран-при. Примечательно, что в этот раз в составе ансамбля было больше всего ребят из младших групп. О том, что помогало завоевать победу, дети и преподаватели рассказали нашей съемочной группе. Наш талант, наша любовь к делу, наши преподаватели и, наверное, все-таки наша сплоченность. Легких конкурсантов не бывает. Есть только сложные и те, кто могут показать себя в любой момент. Потому что мы, например, видели один коллектив, когда еще на репетиции были. Мы подумали, что, ну да, он как бы так вот не очень. А когда мы его увидели, именно когда он выступал, это было что-то. Дети выдержали прекрасный экзамен, выступали просто так, как они должны были выступать. Так, как должен выступать Омский государственный детский ансамбль. Была большая конкуренция. Из 28 регионов приехали конкурсанты. И наши дети, конечно, были хороши. После триумфальной победы недолгий отдых. Уже 5 сентября у Омского государственного детского ансамбля первый концерт в новом сезоне. А на следующий день, 6 сентября, преподаватели примут вступительные экзамены у желающих выступать в коллективе. Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день Дева Мария закончила свой земной путь. Успение означает сон, за которым, как учит церковь, следует вечная жизнь. В преддверии праздника верующие держат двухнедельный пост, один из самых строгих в году. О главном смысле праздника мы попросили рассказать служителя Успенского собора, который и назван в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Вроде бы смерть человеческая, но Успение в вере – совершенно другой смысл. Всего лишь сон до времени, всего лишь сон для всех людей. И это отрадно для нас всех. Пресвятая Богородица завещала своим апостолам, что не оставит и по своей смерти их, и нас всех с вами, все человечество. И действительно мы с вами прибегаем к ее молитвам. Пресвятая Богородица, избави нас от всякого зла. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Покров Пресвятой Богородицы верующие отметят 14 октября. Сегодня один из символов города отмечает день рождения. Всем известный пожарный каланче на остановке главпочтам 99 лет. Строительство началось в 1914 году. Кирпичи делали здесь же. И свой след в истории строения оставил некий код, наступив в форму для выжигания кирпичей. Первый этаж предназначался для паровой пожарной трубы. Второй этаж – это квартира бранденмейстера. Ну а сегодня каланча – памятник архитектуры и музей. Когда-то это строение считалось самым высоким в городе. Единственное ее назначение – охрана города от пожаров. Высота каланчи – 26 метров. На наблюдательной площадке, уже как раз на высоте 26 метров квадратных, стоял дозорный, наблюдал за городом. Каждые два часа дозорный менялся, но как только он видел пожар, он сразу же давал команду, и конно-бочечный обоз начался к месту пожара. Ну а затем, сегодня на нашей каланче появился манекен в память о тех людях, которые днем и ночью охраняли наш город от пожаров. В семье Ахметовых, у которых в октябре прошлого года погибла дочь, подала иск на ПТП номер 2. Напомню, трагедия произошла осенью. Тогда двухлетнюю малышку переехал автобус. Сейчас Ахметовы требуют с пассажирского предприятия 2 миллиона рублей. Почему так и не началось рассмотрение гражданского иска в суде? И как на иск отреагировало ПТП? Смотрите в программе «Жесть». Авангард стартовал с победы в мемориале Виктора Блинова. В первом матче турнира наши хоккеисты взяли верх над новокузнецким «Металлургом». Арина Умск заполняется все больше, хоккей в исполнении нашей команды становится все слаженнее. А мячи начали солировать матчи с первых минут. Болельщики вспомнили победные времена. Атмосфера, конечно, безумная. Все равно болельщики, фанаты. Это все так создает такое спортивное, конечно, настроение. Соберники тоже прибавляют. Новокузнецкий «Металлург» в отличие от «Югры» стремился строго, без ошибок, сыграть в обороне. И нашим хоккеистам потребовалась тактическая гибкость. Более какая-то стратегия может лучше появилась. Видно, что басы, передачи игроков. Меньше стали шайбу терять, как обычно бывает. Лучшим распасовщиком матча стал Александр Попов. Наш 24-й номер дважды оставлял неудел всю пятерку гостей. Выводил Сергея Калинина один на один с вратарем. Первый раз булит и 1-0. Второй момент, контратака в меньшинстве и 3-0. В начале третьего периода Попов и Первужин довели преимущество авангарда до 6-0. Но на 51-й минуте рикошет от ноги нашего защитника. Небольшая потеря концентрации в итоге 6-3. Такая концовка немного расстроила и хоккеистов, и Райма Сумманина. Сегодня у нас было много хороших моментов, и мы ввели в игре. Но так всегда бывает. Небольшая расслабленность чревата последствиями. Соперник нас наказал, и теперь мы будем знать, что надо до конца отрабатывать каждую смену. Все 60 минут. В четверг авангард встретится с Хабаровским Амуром, а с хоккеистами из Новокузнецка. Омская команда в следующий раз сыграет на своем льду уже 4 сентября. В матче открытия регулярного чемпионата. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7. На сегодня это все новости. Не забывайте интересные темы. Можете предложить и вы. Позвоните к нам в редакцию. Автоответчик работает круглосуточно. До встречи. От лета остались одни воспоминания? А ведь могло быть все иначе. Летом покупка квартиры выгоднее до 150 тысяч рублей. Домстрой Омск. Летом выгоднее. 514-514. В новый учебный год с континентом. 1 сентября в 16 часов на площади у континента. Ждем всех школьников и студентов. Увлекательная шоу-программа и подарки для всех. Продажа однокомнатных квартир студии «Помельничная». 940 тысяч рублей. 910-358. Субтитры создавал DimaTorzok